ну чё народ смотрим что я приобрел на обзорчик как вам замена импортной кока-колы наша вариация чё готовы смотреть обзорчик тогда погнали могу предположить что многие скептически относятся вообще к русским продуктом особенно которые заменяют импортные товары всеми известные бренды вот на примере вот этого напитка как что она заменяет на другу понятно что он заменяет кока-колу во-первых написано кого во вторых очертания все в красном и сам напиток черный как кока-кола но это я уже так отвлекся темы чтобы разговоры были интересны я вам показываю такой вид интересный он с окна на на природу что могу сказать да вот все скептически у нас относятся к напиткам русским наверное не без оснований потому что не только к напиткам к русским вообще к русским товарам к русскому автопрому у нас как-то не принято что в россии что-то делают качественно все делают натяп-ляп и сами граждане этой страны это замечают поэтому не особо любит пользоваться отечественными брендами в общем давайте приступим к обзору сразу после все знают какие события сейчас происходят и связи с этими последствиями событиями наш рынок российский стал ограничен напитках таких как у какого фанта спрайт и компания черноголовка так это на черноголовка на по моему черноголовка решили взять на себя такую обязанность как заменить вот эти вот импортные напитки чтобы российский так скажем пользователь мог не отказываться от этого напитка вот состав я его читаю вижу и вижу на камере его прекрасно видно думаю кому интересно это прочитает мне не особо интересно могу лишь только подметить и такой плюс как полтора литра 1.4 вернее тогда как обычные уже обычная тара на 1.3 давно как перешла давайте попробуем итак на две с половиной минуты зубы вам заговорил запах чистой кока ковы именно ничего лишнего прямо от оригинала ничем не отличить слегка какие-то такие аж слюни пошли слегка какие-то нотки чувствуются мятные вот типичный такой типичный запах всеми любимой кока ковы естественно всеми любима тех кто любит этот напиток цвет я думаю никого не удивляет пошиваю через бутылку видно бутылка ведь у нас прозрачная кринг производитель кринг этот напитки кринг они решили делать вот такую вот штуку начать пробуем кока кринг кока кова слушайте по моему я пил что-то подобное называлась кукова здесь просто кого тоже импорта за мечтает до запаху какого даша стакана но пахнет он аппетитом пошум не от запаха уже слюни как и наверно уже слышите идут пробуем да тоже как у кого один в один также пенится сразу же в рот упадает сильно поскольку сильно газированный напиток точно такой же объем пенны как его оригинальной кока кова тот же запах да в конце до концов тот же освежающий вкус только знаете на мой взгляд она здесь даже будет по плотнее такой по плотнее вкус чем в оригинальной поскольку оригинальная кока кова на наших российских заводов последнее время такая в целях экономии ничего же говорит кока кова такой бренд который сам себя продает в целях экономии уже ему так и водой стали больше разбавлять как-то чувствовать больше водянистый вкус здесь же вкус более насыщенный и плотный такой послевкусие очень сладкая затяжная до затяжная сладость по моему чуть-чуть чуть-чуть но здесь до такого будет послаще оригинальный но то есть придираться и какие-то изъяны найти хотя какие-то отличает но в да так вот он взять попробовать ничем не отличить и реально ничем то есть не отталкивает вкус ничего ничего лишнего в вкусе нету вот прям со постарались не полностью скопировали в конце концов что копировать у нас в россии заводы к какого давно были технологии доизвестно этого напитка этого не как раньше держали эту технологию в секрете сейчас производственные мощности которые у нас находились заводы вот здесь в россии у них есть рецепт давно был этот рецепт кококовый в принципе когда кококова ушла с рынка наши просто знают из чего она сделана и как и что для этого нужно и просто то же самое сделали только цена конечно же дешевле я ставлю положительную оценку эту набитку еще с учетом цены полтора литра я взял за 74 рубля ты кока-колы тогда как оригинальные полтора литра еще можно встретить порядка 160 180 рублей на 100 рублей вы просто переплачиваете ну по сути за бренд получая тем самым тот же самый напиток в общем на мое удивление я не могу как-то походить этот напиток в принципе получилось достаточно годно да и кринг она делает неплохие напитки мне у них нравится серия их напиток напитков фирменных в общем все пока можете взять попробовать ничего страшного нету да наверно дизайн такой могли бы конечно и получше сделать постараться слишком как-то дешманско выглядит такой дизайн видно что не замасловатый наверное еще и дизайн будет отталкивать то что покупать лишний раз на самом деле напиток годный вполне себе та же самая кока-кола в общем всем пока а